Дискуссионной площадкой масштабного форума сегодня стала и мобильная студия агентства теленовостей. С самого утра в центре столицы, на проспекте независимости, с нашими коллегами своими мыслями и предложениями делятся политологи, эксперты и делегаты. И я передаю слово ведущим Виктории Сенкевич и Сергею Гусаченко. Виктория, Сергей, добрый день. Здравствуйте, Татьяна. Добрый день всем зрителям Беларусь-1 и Беларусь-24. Действительно, мобильная студия агентства теленовостей продолжает свою работу. В эти минуты делегаты Всебелорусского народного собрания дискутируют во Дворце Республики. Ну а мы здесь на открытом воздухе и с прекрасным видом предоставляем еще одну площадку для обмена мнениями, обсуждения наших планов на будущее пятилетие. Ну стоит отметить, собрание хоть и Всебелорусское народное, но сегодня сюда пригласили довольно большое количество международных представителей из 55 стран. Цифра на самом деле довольно серьезная. И сейчас у нас в студии гость из далекой географически, но все же близкой нам Астаны, который, к слову, первый раз приехал в Минск. Анатолий Башмаков, доктор экономических наук, профессор, заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана. Анатолий Фанасьевич, спасибо, что пришли. Здравствуйте. Вот вы на самом деле такой довольно яркий пример опровержения утверждений скептиков, что Всебелорусское народное собрание это якобы некая белорусская придумка. Я, насколько знаю, у вас в стране также проводится аналог, это Ассамблея народа Казахстана. Скажите, для чего нужны, почему важны такие народные форумы? Добрый день. Я, прежде всего, хотел бы поблагодарить и с благодарностью принял приглашение приехать к вам, потому что действительно первый раз. Это давнишняя моя мечта. Что касается сегодняшнего форума Всебелорусского собрания, я думаю, что по форме оно, конечно, отличается от проводимых у нас ежегодно в апреле каждого года сессий Ассамблеи народа Казахстана. Это единственный у нас в мире аналога. Нет институт, созданный 21 год главой государства. Он же и возглавляет вот этот как раз Ассамблей народа Казахстана, но по содержанию мы одинаковы. Мы поднимаем главные вопросы, которые волнуют сегодня общество как в Казахстане, так и сегодня у вас в Белоруссии. И я послушал блестящий, потрясающий доклад президента Лукашенко. Там не только был глубокий анализ сделанного, пройденного за эти пять лет, хорошая перспектива, глубокий был анализ современной геополитики. Да и мне кажется, день выбран сегодня, наверное, не случайно. Это не просто временное совпадение, это есть логика. Потому что начавшаяся в 41 году, 22 июня, Великая Отечественная война, это все-таки была вершина дружбы всех народов, которые в единстве доказали и шли против фашизма, защищали в том числе и благословенную белорусскую землю. И вот этот дух был сегодня, витал не только в здании вашего Дворца независимости, в выступлениях, но и в докладе Александра Григорьевича Лукашенко. Вы знаете, ну сегодня мы живем и работаем тоже вместе, и президент в своей речи затронул и проблемы нашего общего интеграционного объединения ЕАЭС. Вот в частности Россия и Казахстан, отметил Александр Лукашенко, создают производство фактически дублирующее производство белорусские. Не проще ли и не лучше ли нам кооперироваться, нежели давить на этот общий рынок? Да, сегодня в докладе президента Лукашенко прозвучала именно эта мысль, перевести из состояния статуса конкурентной среды, которая сегодня есть в российской экономике, у вас в Белоруссии и у нас в Казахстане, а говорит, чтобы мы объединились и весь потенциал научный, технологический перевели в плоскость не конкурентной, а партнерской работы. Это вдвойне, может быть, во сто крат даже подняло бы успехи в нашей экономике. Но вы знаете, все-таки главный акцент в своем докладе президент сделал на то, что вот уже второй год работает вот это экономическое образование, Евразийский экономический союз, а как депутат Сената парламента я присутствовал на подписании, когда президенты подписывали этот документ. В Астане это состоялось, да. Я считаю, что сегодня Беларусь, Казахстан и Россия являются ядром вот этого экономического образования. Сегодня мир не может в состоянии какого-то замкнутого пространства строить и развивать свое общество. Я бы так хотел сказать, у нас колоссальная есть возможность, о чем и говорил президент Беларуси, но сегодня очень важно, чтобы вот это экономическое сотрудничество наполнить гуманитарным содержанием. Мы все-таки близки в историческом, в ментальном, в нравственном, в духовном плане. Вот этот вопрос, он заострил, и я считаю, что он является сегодня у нас таким самым приоритетным. Раз уж мы заговорили про общее пространство, вы, наверное, заметили, что свой доклад президент начал вовсе не с экономики. Суверенитет, территориальная целостность, обороноспособность, такие тезисы звучали вначале. Скажите, означает ли это, что нестабильный нынче мир, особенно, наверное, нестабильный, все более отчетливо говорит нам о том, что если не будет безопасности, то, видимо, не будет никакой экономики? Я почти со стопроцентной точностью процитирую президента Лукашенко, когда говорил, главная задача сохранить и сберечь мир в стране и мир вокруг нас, потому что это главное, без чего невозможно развить и экономики, и суверенитета. Вы знаете, мир уже доказал, что любая суверенность, независимость любого государства определяется не наличием танков, не наличием бомбардировщиков, а духом народа. Если духа не будет, не будет и армии, не будет обороноспособности. Вот эта мысль у Александра Григорьевича прозвучала. И, я думаю, не случайно, он дал оценку вообще современному геополитическому положению. И вы на перекрестке вот этих двух, трех, может быть, даже вызовов, угроз, вы стоите в том месте, когда очень важна вот эта внутренняя духовная мобилизация. И я считаю, что я не случайно говорил о гуманитарном наполнении нашего экономического сотрудничества, потому что безопасность, она будет строиться, зиждеться на двух фундаментах. Это мощная экономика и мощный дух. Это вот почти тоже слова Лукашенко. Я считаю, что вот именно эта задача стоит сегодня перед нашим экономическим евразийским образованием. Повторяю еще раз, что и наш президент Назарбаев, который является, в общем-то, отцом евразийства, а Лукашенко, его соратник, партнер, я думаю, что вот в этом тандеме Путин, российский глава государства, наши сегодня мускулы экономические обрастают появлением новых членов. Это Армения, это Киргизия, хочет Таджикистан. 13 государств хотят быть ассоциированными членами. Я думаю, вот это и есть тот залог, который сможет обеспечить единство, вот способность защитить мир от угроз, с которыми мы сегодня сталкиваемся. Ну что ж, будем на это надеяться. Спасибо вам за то, что пришли к нам в студию. Мы беседовали с Анатолием Башмаковым, доктором экономических наук, профессором, заместителем председателя Ассамблеи народа Казахстана. Отпускаем вас обратно во дворец республики к приятной работе. Ну и надеемся, вечером у вас найдется буквально часок, чтобы прогуляться по нашему прекрасному городу и насладиться погодой. Ну а мы вернемся в эфир в 19 часов. Впереди новые, не менее интересные гости. Не пропустите Татьяна. Спасибо, коллеги. Мобильная студия Агентства Тельновостей будет работать сегодня до самого вечера. И мы выйдем с ней на связь в ближайшем выпуске в 19 часов. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...